Прошло меньше года с момента смены стратегии в Локомотиве, а состав железнодорожников уже изменился до неузнаваемости. Теперь красно-зеленые делают ставку на российских футболистов и покупают только молодых легионеров. Летом клуб покинули Максим Мухин, Лука Джорджевич, Гжегош Краховик, Эдер Антон Кочетков, Соломон Кверквелия, Брайан Идову и Владислав Игнатьев. Тогда казалось, что перестройка завершена, но оказалось, что это было лишь начало. Зимой клуб уже покинули Федор Смолов, Мурила и Зе Луиш, и по информации российской версии сайта Трансформаркт в зимнее трансферное окно Локомотив планирует расстаться еще с шестью футболистами. Маци Рыбус. Основная причина расставания с польским защитником – желание освободить еще одно место для молодого легионера. Рыбус уже мог покинуть Локомотив летом 2020 года, но тогда в клубе приняли решение продлить контракт с футболистом. Сейчас, по данным Трансформаркт, Московский клуб активно предлагает мацию варианты в Австрии, Турции и Германии. Александр Сильянов. Арсен Адамов из Урала находится в шаге от перехода в Локомотив, а это значит, что шансы Александра Сильянова на получение игровой практики стремятся к нулю. Еще в начале января красно-зеленые вели переговоры с Динамо на предмет продажи своего игрока. В итоге в московском клубе решили взять время на раздумье и 20-летний защитник отправится в аренду Ростов, Дмитрий Живоглядов и Виталий Лисакович. В этом сезоне Рубин идет на непривычном низком для себя десятом месте. Естественно, руководство не устраивает такое положение вещей и уже скоро состав Казанского клуба могут пополнить сразу несколько именитых футболистов. Помимо того, что Рубин договаривает с ЦСКА об аренде Константина Кучаева Леонид Слуцкий хочет видеть в команде Дмитрия Живоглядова и Виталия Лисаковича из «Локомотива». Информацию о переходе защитника и форварда из московского клуба в Казанский подтверждает и РБ «Спорт», который добавляет, что трансфер Лисаковича обойдется Рубину в 1,5 миллиона евро, сумма возможного перехода Живоглядова неизвестна. Дмитрий Рыбчинский и Антон Миранчук с большой долей вероятности покинут «Локомотив» и два воспитанника Академии клуба. И если молодой Рыбчинский сыграл за команду меньше 20 матчах и почти наверняка продолжит карьеру в Химках, то ситуация с Антоном Миранчуком сложнее. Еще год назад Антон был самым ярким игроком «Локомотива» и был готов уехать в Европу. Сейчас по информации «Трансформаркт» красно-зеленые активно предлагают Миранчука другим клубам из РПЛ, стоит напомнить, что еще летом Антоном активно интересовались в «Зените» и ЦСКА.